Во вторник в городской думе решали земельные вопросы. На внеочередном заседании комитета по городскому хозяйству обсуждались готовящиеся к утверждению изменения и дополнения в генеральный план города. Камнем преткновения стала аллея меланжистов. После сентябрьских общественных слушаний протест местных жителей против утверждения здесь зоны застройки рассмотрели и оставили без внимания. В прошлом году были потрачены деньги благоустройства. Был разработан проект благоустройства этой аллеи, который, соответственно, включает наши предложения, которые были. В соответствии с этим проектом в этом году мы сделали там детскую площадку и все остальное. Жители настроены на то, чтобы высаживать там деревья. Нам пишут письма о том, что мы будем делать там аллею, аллею славы 70-ти годов. В меланжевом комбинате пять героев Советского Союза. Почему нельзя перевести эту зону в Ордово? При этом внятных объяснений, почему нельзя всю аллею оставить в статусе зеленой зоны, в управлении градостроительства так и не дали. Говорили о том, что мнение жителей неадекватное, что высадить новые деревья на аллее нельзя, так как место, по словам градостроителей, засорено коммуникациями. Но почему же эти коммуникации не помешают застройке? Конечно, это, безусловно, за увеличение рекреационной зоны, но коллеге надо еще уделить внимание паркингу. Неподалеку от аллеи действительно есть паркинг, но стихийный. За неимением обустроенных парковок люди вынуждены оставлять машины там. В общем, вопрос очень спорный. И перед тем, как принять решение, на завтрашнем заседании Городской думы решено было организовать заседание согласительной комиссии, чтобы вместе с жителями решить судьбу зеленой зоны. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.